Друзья, здравствуйте! Меня зовут Эльвира Агурбаш. В этом видеоролике я хочу рассказать о той теме, которая волнует каждого. Наверняка каждый из вас заметил, как растут цены на полках торговых сетей. Многие из вас думают о том, что в этом виновны санкции, столкновения России с западными странами на политической арене. Отнюдь во всем виновата монополизация рынка крупными торговыми сетями, такими как Магнит, Дикси, Ашан и другие. Как вы раньше заметили, вокруг нас было большое количество маленьких магазинчиков, которые снабжали нас продуктами и питаниями. Перед тем, как повоявились на нашем рынке крупные торговые сети, которые зарегистрированы за рубежом, придя на наш рынок, они стали демпинговать цены, то есть продавать немного в убыток всю продукцию. И маленькие магазины не смогли конкурировать с этими крупными торговыми сетями, которые получали кредиты из-за рубежа под другие кредитные ставки. Спустя год-два эти маленькие магазинчики закрылись, и тогда крупные торговые сети стали наверстывать все те убытки, которые они понесли, когда пришли на наш рынок. Я могу уверенно говорить об этом, так как являюсь руководителем агропромышленного холдинга «Мортадель», который выращивает свиней и занимается производством колбасной продукции. И на все мои слова, на все мои данные есть аргументированные доказательства, которые я готова предоставить, на которые будут ссылки в этом сюжете. Мы проводили аналитическую работу и мониторили цены на полках торговых сетей. Наша компания отпускала сосиски по 59 рублей. На полках торговых сетей эти сосиски стоили 201 рубль. То есть это мы дали скидку для потребителя, а торговая сеть посчитала это слишком жирным для наших покупателей и забрала эту скидку себе, установив торговую наценку в 201%. Другой торговой сети мы поставили краковскую колбасу. И за две недели до начала фактической акции торговая наценка на эту краковскую колбасу составила 166% торговой наценки. Наша компания, учитывая сегодня покупательскую способность, произвела продукт эконом-класса. Один килограмм сервелата стоил 176 рублей. Торговая сеть «Дикси» установила на этот сервелат 176% торговой наценки. То есть наш сервелат, который мы отпустили по 176 рублей, на полках торговой сети «Дикси» был выложен с ценой 470 с лишним рублей. Разве это честная торговля? Разве это свободная торговля? Разве это рыночные отношения? Торговые сети поделили рынок и делят доходы между собой. Они не конкурируют. Я хочу, чтобы вы знали, что, приходя в магазин, вы переплачиваете свыше 100% торговой наценки за колбасы, сыры, масло и прочие продукты питания. У них нет конкурентов. Знаете, почему они охватывают все регионы нашей страны? Чтобы не дать возможности там на местах вырасти каким-нибудь действительно конкурентом. Поэтому они охватили, как паутина, всю нашу страну. А производители загнулись. Сегодня наша продовольственная безопасность в руках торговых сетей. Мы просто сегодня полностью подчинены тем условиям, которые выдвигают торговые сети. Я хочу, чтобы вы знали, что, приходя в магазин, вы переплачиваете свыше 100% торговой наценки за колбасы, сыры, масло и прочие продукты питания. Торговые сети посчитали, что им мало торговой наценки до 250%. Поэтому они брали все поборы в виде различных маркетингов и услуг производителей. Эти услуги доходили до абсурдных сумм. К примеру, могли забирать до 81% у производителя с оборота. То есть, если производитель продал на 14 миллионов, то на 11 миллионов торговая сеть выставляла ему услугу и забирала это себе. Были такие услуги, когда 22 миллиона производителей платили за дегустацию, 35 миллионов за стандарты продаж. Крупная торговая сеть выставила оферту в размере 1 миллиона рублей за каждые 68 магазинов из своих 10 тысяч магазинов. Представьте, если у торговой сети несколько тысяч поставщиков. Сколько денег она получает с воздуха, ни за что. Сегодня торговые сети отслеживают наши доходы, потому что если вам, ваш работодатель или государство, поднимает заработную плату, пенсию, стипендию, то вы все равно не почувствуете ценность своим деньгам, потому что как только вы будете покупать больше еды, торговые сети сразу просчитают, что выросла покупательская способность и сразу же поднимут цены. И ваши деньги также обесценятся. Инфляцию сегодня в стране контролирует торговая сеть. Это она нам диктует, что есть, по какой цене и что производить. Производители сегодня вынуждены производить некачественную продукцию. Я объясню почему. Торговая сеть предложила в самом начале своего пути участвовать в акциях производителям. Допустим, акция длится одну неделю. Производитель участвует в ней, так как уверен, что покупатель, купив его продукцию по более низкой цене, в дальнейшем отдаст предпочтение этому продукту. После торговая сеть предлагает производителю в настойчивой форме, даже в ультимативной форме, что акция будет длиться 3-4 недели. В итоге акция действительно длится 3-4 недели, но на полке для покупателя она длится одну неделю. А 2-3 недели до начала фактической акции эту скидку от производителя в 20-50% торговая сеть забирает себе в карман в виде прибыли. Итого, производители не в состоянии производить продукцию за полцены хорошего качества, потому что они используют различные ухищрения в виде свиной шкуры, в виде шпига не очень хорошего качества, в виде различных пищевых добавок, которые сегодня вызывают онкологические заболевания, аллергические реакции, заболевания кишечного тракта. К чему я это говорю? Сегодня в стране нет кризиса. Если сегодня заработную плату у всех составляет, вот как она есть на сегодняшний день, и цены на продукты в магазине упадут на 50-65%, то вы почувствуете всю ценность своим деньгам. Я хочу заметить, что производители не повышали так цены, как выросли цены на полках торговых сетей. Например, наша компания 2,5 года не повышала цены. Наши цены сегодня ниже, чем были 3 года назад. Так почему же на полках торговых сетей так выросли цены? Торговые сети объясняют тем, что якобы у них выросли издержки. Друзья мои, производитель сажает пшеницу и ячмень. Этой работой занимаются агрономы, трактористы, водители. После этого он сдаёт это зерно на комбикормовые заводы. Комбикормовый завод производит комбикорма для животных. После этого поставляют их на свиноводческие комплексы, либо на КРС, где выращивают коров, либо на птицефабрики, где выращивают птицу. Там работают ветеринарные службы, агрономы, операторы. То есть на убойных заводах работают бойцы скота, то есть работают жиловщицы, обвальщики, термисты, фаршесоставители, механики. То есть целая громадная армия рабочих, которые работают на земле и стоят у станка. Так вот торговая сеть приравнивает их труд к труду мерчендайзера, который выкладывает товар на полках, либо к труду кладовщика, который принимает товар, который привозит производитель прямо на распределительные центры, либо магазины. С какой стати можно сравнивать два абсолютных вида труда? Каким образом мерчендайзер может быть приравнен к труду сельхозпроизводителя, к труду рабочих, которые стоят у станка, производят, выпускают продукт? Производители также платят кредиты, зарплаты, налоги, электроэнергию. Но производители не поднимали цены. Почему же цены выросли на полках торговых сетей? Есть такая торговая сеть, крупная, как «Магнит». Наша компания поставляла им продукцию. И «Магнит» заявил, что наша продукция плохо продается. Мы спросили, почему. Нам ответили, что продукция неузнаваемая. Друзья мои, нашей компании 27 лет. И мы прекрасно себя чувствовали на рынке и кормили до 1 миллиона человек в день. Когда мы спросили компанию «Магнит», почему. Пусть она предоставит доказательства, что наша продукция не продается, и компания «Магнит» несет из-за нас убытки, то они не смогли предоставить ни одного аргументированного факта. А после заявили нам, что нам нужно снизить цену на 40%. Конечно же, мы рады снизить цены для наших потребителей, но 40% – это отразится на качестве, и вы будете потреблять химически напичканную еду. И это отразится на вашем и на нашем здоровье, так как мы тоже являемся потребителями. Наша компания смогла снизить цены на 28%. Но тогда компания «Магнит» заявила нам, что необходимы на акции 40% скидки. То есть изначально компания «Магнит» затребовала у нас 80% скидки. Друзья мои, что может производитель произвести за 20% от себестоимости продукта? Наверное, многие из вас заметили, что сегодня очень помолодел рак. Помолодел рак, появились аллергические заболевания у молодых людей, у детей. Посмотрите, какое большое количество людей и детей показывают по телевизору и просят нас принять участие в акциях по сбору подписей. Было ли разве такое лет 10-15 назад? Я уверена, что не было. Сегодня дети от 5 до 10 лет погибают и умирают на руках своих родителей, потому что сегодня нет здоровой пищи ни в детском питании. В детских садах и школах ту продукцию, которую производят производители, не едят дети. Они отказываются питаться такой едой, потому что даже на этом рынке монополизирован поставщик. Почему сегодня производители, которые сократили все свои издержки, производят более удешевленный продукт и поставляют его в торговую сеть, и все равно торговая сеть преподносит этот продукт как премиум класс и ставит торговую наценку до 250%. Любой продукт, сырый, молоко, хлеб, колбасы, сосиски, все сегодня имеет громадные астрономические торговые наценки. Если вы покупаете продукт за 500 рублей за килограмм, знайте, что отпускная цена этого продукта 150-190 рублей. Почему никого не возмущает, что производителя, приглашая к себе торговая сеть, в открытую озвучивает ему тот факт, что если он не заплатит 47 миллионов рублей из 73 миллионов рублей поставленного товара, то его выкинут из торговой сети. И после, когда производитель подал в суд, подал в федеральную антимонопольную службу, торговая сеть выкидывает его с полки, осуществив свою угрозу. И никто не поднимает тему, что сегодня существует картельный сговор. На примере нашего предприятия, которого лишили на 95% сбыта, а 2-3 сети для галочки поставляют, заказывают, делают этому предприятию, чтобы обойти закон о картельном сговоре. Почему сегодня государство, если не может поднять заработные платы, с пенсии, стипендии, почему оно не может снизить торговые цены? Почему не возьмет на себя ответственность по регулированию торговой наценки? Почему поддается влиянию торговых сетей, которые внушают нам, что полки после регулирования торговой наценки будут пустыми? Ведь это неправда. Сегодня кормим страну мы, производители, и мы не оставим нашу страну голодной, если государство пойдет нам навстречу и урежет аппетиты крупных торговых сетей монополистов. Почему производитель, предоставив все документально подтвержденные данные, принеся их в соответствующие органы, должен тратить целый год на то, чтобы доказать очевидное, что производитель, поставив продукцию в торговую сеть, 81% от произведенного, поставленного продукта должен оставить торговые сети, разве это нормально? Почему государство позволяет банкротить, закрывать предприятия, которые торговые сети уничтожают сегодня в виде картельного сговора? Как только производитель воспротивится и начинает говорить правду, ему устраивают публичное линчевание и уничтожение, чтобы другие производители молчали. Сегодня торговые сети монополизировали рынок, и им все равно, есть у вас деньги на завтрашний день или нет. Они выберут с наших карманов последнее. Те торговые наценки, которые сегодня они устанавливают, позволяют им размножаться, как грибы после дождя. Посмотрите, сегодня у нас на каждый день открываются новые дикси, новые магниты, новые ошаны и прочие крупные торговые сети. В то время, когда закрываются и банкротятся производители. Я знаю, что это не покажут по федеральным каналам. У нас по телевидению вещают о торговых наценках в 20-30%. Это неправда. Торговые наценки те, которые я, как производитель, озвучила сегодня, под которые у меня есть отпускные, накладные и кассовые чеки всех торговых сетей. Поэтому я прошу вас, распространяйте эту информацию среди своих друзей, соседей, одноклассников, однокурсников, коллег. Пусть побольше людей знают о том, кому мы оставляем свои доходы и кого мы обогащаем. Когда в последний раз, зайдя в магазин, вы покупали то, что действительно хотите есть? Когда вы купили то, что вы действительно хотите видеть в своем холодильнике? Вы готовы и дальше обогащать торговые сети? Редактор субтитров А.Семкин